всем привет ребят в общем маринка начала подготавливать конечно на подготавливать печеночку мы купили три картохи посмотрите какие огромные я давно не видела она реально нам магазине вся такая смотрите какие как будто это не картошка три картошки весят килограмм больше больше килограмма килотристо три картошки килотристо сейчас будем сейчас будем делать блинчики с печенкой с картошкой картошка будет жариться кубиками и туда порежется потом это и обычные будут блинчики это не какой-то там супер рецепт обычные блинчики чтобы были они эти дырчатые их делает на газированной воде чтоб обычной можете не на газированной в общем разницы никакой сейчас все увидите точно и еще толщина дна у сковородки очень влияет на это на как выглядят блинчики так что начинаем и еще спасибо спасибо за совет мне написали и притом не один человек написал в комментариях что нужно кинуть в стаканчик ну то есть в воду с этими спасенками таблетку активированного угля только что кинул туда одну таблетку и все будет стоять очень мило выглядят помидоры на столе мне нравятся да маринкин букет ей понравился пахнут помидорами варить там пять минут просто чтоб удобнее было резать ну дольше чуть-чуть потому что она еще где жарится у нас всего две сковородки ванюшка ванюшка будет этот печенку он не ест поэтому ему сделаем картошку с мясом там размораживается сейчас картошка ой картошка там мясо размораживается вот так ну вот так маринка картошку нарезала поставила в воду чтоб немножко убрать крахмал это не обязательно делать это ее причудо все варится ждем и будем сажарить тоже на сале вот то сало которое мы покупаем тоненькое вот так лучок порезан картошка подготовлена печень сварилась продолжаем все печень схватилась это так чтоб удобнее было ее резать сырая но как каша подаренная красота все убежал кусок все сейчас отложу порезали и справились мой все да картошки больше чем печеночки это ты что какой-то теплый бьешь нет дальше ряд вами с мясом но не есть печень ни в какую секунды и готова вот и все с печеночкой все стою тут маринку подгоняю молодец справилась быстренько вот все готово все сейчас все быстренько обжарили в кучу на 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 тесто для блинов смесь это не тесто потому что это жидко вот такая вот красота так как ванюшка спиченка не ест еще раз повторюсь то у него вечно ну если такое что он не ест ему делается отдельно как как бы картошку с луком он есть поэтому ему будет с куском мяса так чуть-чуть все там много наверно не лопнет ванька как всегда сейчас нужно будет тогда этих блинов делать тонну да так это на этом жар не вместе с салом ну это нам печенку на нем пожарить но красота жалко выбрасывать вот все равно что на сале будешь жарить а ванька такой он в малюсенький кусочек сала он не едет вот такой он баловный все мясо с морозилки немножко при притаяли его если будет сильно мягко будет плохо резаться а так сейчас нарежется чуть-чуть примороженным полегче не нравится все вообще-то было бы идеально если бы это был фарш как быстренько то есть как бы кинул его до картошки ну фарша нету а кусок мяса в холодильнике есть и мясорубки тоже нету и она тут точно не нужна потому что фарш продается готовый никакой разницы в цене нету поэтому ну можно в блендере конечно ну ладно в блендере получится каша кто так соломное оставляет вообще будет красиво нет нет это же свинина ну все режьте как хотите друзья кому как удобно вот и все готово все сейчас быстренько всю начинку подготавливаем или это уже подготавливаем соединяем типа прожариваем и все легенько так раз раз и готовенько сало еще скорее ну и сальцо да все мы жарим на сале тут еще жира мало а тут уже достаточно ой выпрыгивает на меня жир вот так оп все оп какая красота оп оп какие взрывы а все вот так половинку сюда половинку потом туда сейчас тут тоже уберем сало уберем оно не нужно поэтому куски мелкие не резали это же мясо вот такая красота получается да да давай я вытяну да вот так отдам картоху сюда ну и теперь жарим вот так на жирку в одну мясо во вторую печень и все дела можете резать мельче можете резать крупнее как вам удобнее можете сделать толчонку как вам как вам удобно мясо жарится дольше чем печень потому что печень проваренная поэтому сразу вместе с мясом будет красота ну и жарим все вот так чуточку поджарили граммулечку можете если вам кажется что она сухой можете граммулечку долить воды и просто 3 секунды протушить все-таки это начинка она должна быть чуточку вязкой крышка у нас одна поэтому сюда от другой кастрюльки ребята блины у нас всегда тоже сделаны на глаз если у вас есть свой рецепт блинов делайте как хотите то есть как бы рецепта и дозировок никаких нету делаем столько теста если можно его так назвать сколько вам хочется я думаю сейчас еще водички дольем я делаю с яйцами тоже яйца по желанию сколько вам нравится потом смотрите на консистенцию если вам подходит как проверить на сковородке если нормально переворачивается то нормально если не нормально то ненормально оно пенится немножко потому что это вода газированная с обычной водой такого не будет вот так посахарили блины даже если у вас начинка не сладкая то есть как бы то они должны быть сладкие все равно я покладу две ложки вот так красота будет это все пена из-за того что вода газированная все сюда посолили муки досыпали взбили вот блендером великолепно соли тоже так немножечко все будет отлично муку муку можно процеживать ой процеживать через сито можно не через сито мы купили сито просеивать мы купили сито так что сделаем через сито хотя разницы сильной разницы не будет сейчас насыплю это 100% масло не нальем масло нальем да и да контролер стоит рядом следит Чтобы все было правильно. Помешай. Варенье нужно убрать, оно уже с утреца остыло, так что можно убрать, оно мне тут мешает. Блендер, миксер? Блендер и миксер есть, насадка. Великолепно, все сбивает, не надо ни вилка, ничего. Мало, делайте так, делайте так, чтобы было достаточно. И все будет хорошо. Нужно как-то подпримастить и то и то. И еще добавить муки. Абсолютно понятия не имею, сколько оно войдет, потому что абсолютно не замеряю воду. Все. Блины всегда вкусные. Я не знаю, как можно блины или оладьи испортить. Никак нельзя. Все. Отлично. И сюда же нужно добавить подсолнечное масло, чтобы они не прилипали. Тоже немножко, где-то две ложки столовых. Смотря, все льем на глаз. На глаз опять. Все опять на глаз льем. Добавляем еще, потому что жидко. Легче, знаете, как, ребята, чтоб миксер потом вы проверили, то есть блендер. Ну, опять не использовали. Легче разбавить водой, если вам будет казаться, когда вы начнете жарить, что оно вам густое. То есть долили граммульчик воды, размешали и все. Это лучше, чем сейчас сделать жидкое. То есть это я к тому, что не бойтесь сделать густое. Если будет густое, воды добавили 3 секунды и все готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще надо одну ложечку, и будет отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим две, потом разбавим водой, если что. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Вот примерно вот такая консистенция должна быть нормальная. Жидко точно не будет, густовато может быть. Поэтому если что, просто разбавлю водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут вот получилась вот такая начинка. Это картошка с мясом и с луком, это картошка с печенкой и с луком. Чуть-чуть удалили воды, чтобы она немножко протушилась после прожарки. Все, и вот этим будем сейчас на... И, ну, фаршировать блины. Сейчас надо, чтобы прорвелось. О, отлично. На двух сковородках великолепно. Три минуты сразу два блина. И вот из-за толщины сковородок блины будут чуть выглядеть по-разному. Может, убавить надо? Нет. Подсолнечное масло, ну, или любое масло на сковородке не льем. Мы туда налили две ложки и хватит. Все. Переворачивайте в любое время, которое вам нравится. Светлее, светлее, темнее, темнее. Не, еще держи. А? Я понял. Ну, я вообще говорю. Контролер стоит у меня, видите? Это Маринка делает блины, а я не делаю. На завтрак верни. Белый сильно. Сильно белый. Как скажешь. Ну, так. Все. Рано, да? Ждем секундочку. Отлично. Раз. Все. И так повторяем 80 раз. Ну, знаете, вот и смотрите на консистенцию своего теста. Если вам кажется, что блины будут толстые, то это значит, что тесто густое. Добавьте воды. Мне нормально. Потому что начинка у нас такая жирноватая. Пусть будут толстенькие. Вот так. Здесь тоже слабо еще. Но это первое еще. Сковородка не нагрелась. Дальше будут они быстрее снизу прожариваться. Можно лопаткой переворачивать. Можно руками. Ну, если у вас руки такие же закаленные или это не закаленные, а зажаренные, как у меня. Вот видите. Ну, мне горячо. В марине всегда горячо. Мне нет. Рано. Вот. Видите, на этой такие получаются дырчатые, а на этой сковородке не получаются дырчатые. Поэтому две сковородки, они будут разные. Все, ребятки, я сейчас вам покажу, как это делается очень-очень в ускоренном виде. Вот. Все, ребята. последний получился толстый, потому что вылил много. Всё, выключаем, печку я конечно завариваю, ну ничего, это тоже можно выключить уже. И края, края такие хрустящие, конечно так вкусно есть, но если заворачивать, то лучше сделать вот так. Ну я имею ввиду начинку заворачивать, минутки на 3, они сейчас края отойдут. Всё, ждём минутки 3-5. Ну а там смотрите, вот края, трогайте, вот сейчас сразу оно запотеет вот так. И всё, края сейчас отойдёт и мы завернём, будет вкусняшка. Всё, постояло, ну больше, наверное минут 15 постояло, не потому что так долго надо, потому что Маринка посуду вон перемыла всё, всё поубирала, так что сейчас просто накрутить. Вот так выглядит начинка, только что Маринка не вытерпела, один закрутила, абсолютно не жирно, потому что печень всё потянула в себя. Вот так сейчас скрутим и всё, красота. О, какова, какова красота. Всё, не знаю, мне часто пишут, что мы готовим очень много, но у нас ребёнку 12, у нас 4 человека, ребёнок у нас подросток 12-летний, у него аппетит сумасшедший, вот эти с мясом, мне кажется, он слупит сам до вечера, а с печёночкой мы уже втроём, так что вот так. Теперь нужно продегустировать, выболилось всё. Вкусняшка, надо кофейку сделать и попить с блинчиками. Я, короче, не успел заснёть. Ваню говорит, я уже 4 съел. Ну как? Ну, вкусно. Всё, Ванюшка, с мясом, смотрите, только мы перекусили и уже почти нету. Это ты уже какой ешь? Пятый. Ну всё, и опять гулять? Всё, давай, всем пока-пока. Пока-пока.